На территории Южного Казахстана сегодня насчитывается 11 пунктов обогрева. Но лишь 4 из них находятся в ведении нашей области. Они расположены на территории Байдебекского и Сузакского районов. Обогревательный пункт Шебекбель готов принять несколько десятков человек. Здесь есть все для того, чтобы в течение нескольких дней переждать непогоду. Сильный буран мы можем принять здесь от 60 до 100 человек. Сюда к нам привозят людей-спасатели, когда заметают дороги и нужно переждать непогоду. Здесь имеется все, чтобы люди чувствовали себя комфортно в течение нескольких дней. Есть несколько комнат, которые обогреваются углем, а также запас продуктов. Средства на них выделяет местная администрация. Здесь также большой запас угля. Пока 10 тонн, но в случае нехватки мы можем в любой момент подвезти. На Российский дорог в Байдебекском районе работают 5 единиц техники. Это автогрейдер, камаз со снегоуборочной лопатой, шнекоротор, урал, трактор и грузовая газель. Но задействовать их в полную силу дорожникам пока не приходилось. Главный акцент делается на содержание пунктов обогрева. «Мы сейчас больше всего уделяем внимание Байдебекскому и Сузакскому районам. В Сузакском районе это обогревательные пункты Ашисай и Одамамбулах, а также пункты Тоскомирсай и Шебекбель. Там сделано все для приема людей». Полностью заготовлены здесь инертные материалы для подсыпки дорог. В этом убедились специалисты ПЧС, проверявшие подготовку дорожников. Комиссия работала по распоряжению руководства областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Нами было обследовано, визуально обследовано четыре участка, четыре то есть обогревательных пункта. Это Шебекбель Байдебекского района, Одамамбулах Байдебекского района, а также Тоскомирсай и Сузакского района. Также была просмотрена техника, подготовленная техника, специальная техника для расчистки дорог от снежных заносов. Техника готова, заметно, инертные материалы подготовлены. Это у нас получается песок, соль. Также еще используется в Сузакском районе шлак для подсыпки областных дорог, для безопасного движения автотранспорта». За первые зимние недели жителям области воспользоваться пунктами обогрева не приходилось. Но специалисты ПЧС уверены, в случае необходимости эти спасательные объекты не подведут. Об этом говорит опыт прошлого года. Тогда обогревательные пункты области приняли около 150 человек. Даня Архудайбергенов, Марат Давлетов, Асылбек Махалбаев. Информационная служба телекомпании «Отрар».